всем привет мы очень сегодня спешили мы сильно сегодня спешили утром потому что нам сказали сегодня будет уже было уже было да мы еще не начали играть в общем у нас будет игра имитация настоящей компании мы будем действительно повышать продажи в компании все там компоненты все данные они как бы близки к реальности и вот нам действительно нужно как бы управлять компанией только каждый в своем поле например там кто-то там по продажам кто-то там по логистике причем очень интересно и эта игра даже была использована использована apple да то есть они использовали эту игру себе в компании да и она кстати платная университет за нее платил будем играть пять недель она очень интересная на самом деле прикольно мы вам все покажем у нас наша команда нас четыре команды у каждого одинаковые данные мы начинаем с того что компания неприбыльная то есть она там становится банкротом босс и нас как бы наняли пятерых менеджеров вот кто-то по продажам кто-то по логистике кто-то по распространению товара и кто там еще у нас есть наблюдатель да ты да если наблюдатель я это во всех сферах везде я могу принимать решения за всех сразу вот и от его продажа да в общем и у нас в команде стас клауди у нас команде нас команде стас филиппе и атакан хорошая команда и мы пошли кушать мы сейчас на паре я вам покажу что из себя представляет вообще эта игра вот мой кабинет я например занимаюсь продажами и вот все мои данные а вот наша компания мы производим соки с этим могу вам показать как выглядит соки вот наша продукция все у нас есть соки с мангу с апельсинов со всякого и вот всякие данные вот по моему сектору например какие соки у нас употребляют то могут смотреть графики и у нас вот возникла проблема там с некоторыми позициями уже мы уже выяснили что просто покупатель не хочет покупать соки с в общем там скоро выходит дата потребления да правильно же ты называй в общем они скоро будут просроченные поэтому никто не хочет их покупать поэтому нам нужно ускорить быстрее поставку соков в наши точки и тогда у нас все будет хорошо вот наша компания и вот наши отделы и вот здесь написаны все наши проблемы добрый день перед вами сидит топ-менеджеры компании за фреш как там у нас компания фрешка нэкшен компании я являюсь вице-президентом заплачены перед нами вице-президент в очередь и перед нами вице-президент по продажам да я просто наблюдатели контролирую работу всех департаментов а я вообще самый важный чувак да катя у нас соответствует за много чего этого компания провалится у меня у меня такая фишка что я по идее должен быть ответственным за много чего потому что ко мне обращаются но оказывается что мне дали только грубо говоря два задания и все я думаю у тебя будет тоже да 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 и сможешь выбирать там этих поставщиков да а это все распределили на другие на другие да и чем интересна работа что один департамент ничего не может решить то есть то есть нужно все делать вместе потому что все друг от друга зависит это интересно и главный успех победе это передугадать правильно чтобы вы не будем играть 5 недель да но как бы виртуально это все будет происходить два года а реально это будет происходить 5 недель то есть у нас будет еще четыре пары и каждая пара это вот как полгода учитель будет промотать полгода исходя из нашего решения и мы будем так отслеживать результаты что самое интересное вернуть то что ты уже сделал нельзя то есть решение принято если уже срок промотался то назад уже вернуть ничего нельзя как реальная жизнь да интересно можно еще минусы эти конечно можно может ничего еще есть потому что сейчас как бы изначальное положение компании там у них большой минус сейчас но не что-то минус 28000 инвестиции нам дали 3 миллиона да еще два миллиона мы посмотрим куда потом закроем компанию дима придумал хороший вариант можно закрыть компанию просто и сдать домашку прямо сегодня сказать она безнадежно это компания заверите и у нас произошло какое-то чудо я не знаю в общем сейчас 12 10 мы уже в машине и едем домой мы едем домой спарк у нас сегодня не закончились раньше чем должны были и спасибо 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 всем спасибо всем что кто к этому причастен потому что сегодня нам нужно готовиться к перелету нашему к поездке вот и поэтому это очень даже уместный подарочек мы начали уже собирать вещи вот смотрите это наша косметика я его упаковала в такой пакетик потому что по правилам нужно если у вас жидкости они должны быть вы можете провести литр жидкости максимум но она должна быть расфасована в бутылочки максимум 100 миллилитров в каждой и даже не важно сколько там жидкости там даже может быть чуть-чуть совсем жидкости но все равно должна быть маленькая бутылочка вот и еще знаете очень сильно хочется спать может после университета пришли спать хочется вот и поэтому мы сейчас немного heaven up как я вам говорила при перекимарим и не будем собираться и улетать мы уже в аэропорту и мы не проходили никакие паспортные нет паспортный контроль мы прошли в смысле это не паспортный вообще я не назвал это просто просто билет контроль потому что паспорт у нас никто не проверял и вообще как вы видели там вообще никого не было там просто был автоматический турникет который сканирует ваш билет с телефона и пропускают это очень криво до последний раз так проходили это было время у нас были просто типа бизнес-класс билеты поэтому было такое здесь для всех такой пробки аэропорт просто что-то здесь не так и не знаю мы вообще одни в аэропорту здесь никого нет ну в общем прикол в том что немножко аэропорте рихи мы здесь одни да там такой уборщицы ребята это самый пустой аэропорт в котором я был вообще здесь вообще никого нет мы даже только что сходили просто посмотрели на гейта с которого мы должны заходить на самолет и там стояли люди то есть работники аэропорта я спросил все нормально там рейс не отменили ничего не верит нет все нормально через 15 минут откроется откроется гейт ну блин такое ощущение что мы арендовали этот аэропорт потому что здесь никого нет а мне это нравится мне нравится никого нет мы себе гуляем кричим бегаем балуемся да как особенно катя не кричит здесь такая история приключилась в общем не буду орать можете садить в общем человек застрял в туалете он уже почти опоздал на посадку его вызывали по громкоговорителю я не знаю как его нашли в общем он оказался в туалете он застрял и не знаю как там все закончилось наверно успел потому что уборщицы бегают и говорят ой эти двери эти в общем будьте осторожны с дверью в туалете всякое бывает оказывается все мы в аэропорту орландо это был самый быстрый полет в моей жизни мы вылетели все реально по расписанию эти перевью как на что он был идеально по расписанию это классно там вылетели ровно по расписанию и мы вылетели в 7 и прилетели в 7 15 но просто время меняется и мы сейчас ищем стойку мы сейчас ищем стойку информации где мы можем купить билет проездной на три дня и добраться сейчас до города и еще мы купим карточку смотрите какая штука чтобы не потеряться вот моя где я сейчас нахожу это вот здесь вот нахожусь чум-чум все гейты клёво мы нашли уже вот магазин нет вон вон магазин там продаются карточки вот мы купили карточку она получилась сколько это получилось 45 крон и 5 50 крон стоило пополнить ее на 1 гигабайт вот сейчас мы ставим в телефон пополним счет и все будем пользоваться интернетом и осталось нам найти проездные на транспорт наконец-то мы нашли информационный центр вот и нашли где купить билеты в общем главное выйти просто из дюйти-фри вообще вот забрать уже багаж пройти все контроли когда здесь тоже никакого контроля в принципе не было бы паспорт таки не показывали на протяжении всей поездки вот и как только мы вышли вот в обычную зону мы нашли информационный центр спросили где мы можем купить билеты чтобы добраться до центра стокгольма нам сказали что прям здесь вообще есть три способа добраться до центра она электрички это самый быстрый способ стоит билет 20 евро на автобусах какой-то частной компании не знака называется 10 евро но мы взяли билеты которые стоят 240 крон которые стоят 24 евро почему они дороже потому что они позволяют нам безлимитно кататься по всему стокгольму на всех видах общественного транспорта на протяжении 72 часов то есть три дня вот за 24 евро вот так они выглядят и поэтому считаем денежки где-то здесь об этом способе мы кстати узнали через интернет я очень много шарилась и нашла не очень мало людей кстати знаю что так можно добраться до города и очень много людей покупает себе дорогущую стокгольм карт которая позволяет заходить в музей неинтересные как я читала вот поэтому мы решили обычный проездной купить вашему поездку музеем не любим ходить и мощность идем на остановку номер 5 и там 583 автобус и мы должны будем поехать в один городок маленький а потом пересесть на электричку и доехать города это немножко дольше но это дешево это очень дешево получается где-то дорога у нас должна занять полтора часа не знаю как будет на деле мы уже едем домой поезде как домой мы едем в наш временный дом наш швед с которым мы будем жить вот если вы не помните мы говорили что мы живем со шведом он просто нам будет сдавать комнату то есть это его квартира он просто сдает комнату и он нам сказал что мы в принципе деньги не меняли потому что местная валюта для швеции это кроны и он сказал что деньги менять не нужно абсолютно все здесь можно сделать с помощью кредитной карточки да это очень прикольно сейчас первое впечатление о швеции и в частности о стокгольме это то что здесь очень много личного пространства и очень все обычное такое и в то же время очень красивое в общем минимализм вот например посмотрите сколько сколько места великое большое расстояние между сиденьями у нас бы например бы здесь посадили человек 50 наверное сейчас еще 40 бы стояла вот так вот повисает сверху мы уже приехали домой вот в общем наш дом вот этот вот я вам не могу передать когда у нас классная квартира мы ее покажем и какой милый хозяин просто невероятно милый ему это лет наверно 45 и он такой знаете ну такой швед и мы сейчас идем в супермаркет чтобы купить попить очень тихо так на улицах но мы живем получается как в спальном районе первое что мы заметили шведы вообще не вешают что не ладно они вешают на вешают но они вообще их не закрывают да мы буквально совсем идем и смотрим что происходит внутри покажи может быть да вот просто да вы видите они открыты и посмотрите вот здесь вообще видно офигенно ну это практически на втором этаже смотри да да на втором да в общем мы еще думаю это покажем но это нас очень удивляет просто вообще не закрываются люди молодцы в общем-то я уже хочу завтра да она уже просто не терпится пойти погулять как мне хочется уже все посмотреть нам очень нравится мы хотят проехались буквально пять минут по центру но вообще уже очень-очень классный город мы вышли супермаркет там в общем вы что мы купили йогурт большой йогурт и эти кексики и вот мне кажется воду здесь покупать не принято потому что у них не было ни газированной воды и они вообще говорят что они воду не пьют как-то странно в общем все прозвучало и потом нужно сдать еще бутылку кстати можно получить деньги назад один крон да один крон стоит бутылка на это все кстати мы потратили семьдесят семьдесят два это так и вот наша комната но очень прикольно и просто восторге а нам бананчики и апельсинчики и яблочки положил еще с нами только что случился такой прикол в общем у шведов абсолютно одинаковые двери и у них нет нумерации на двери у них просто имя пишется и мы не знали полное имя нашего хозяина мы знали только имя вот фамилию не знали и мы в общем ходили по двум этажам и угадывали какая квартира наша мы еле угадали дима уже вставил ключ в верхнюю квартиру даже говорит он вроде подходит потом такое и говорю тут все двери одинаковые тут везде ключи подходят только они не открывают в общем вот такая вот история мы будем уже отдыхать ложится спать и завтра будем наконец-то гулять по стокольму всем пока пока а